Бسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد Мы сегодня, إن شاء الله, будем говорить о том, как нужно практиковать нравы в пределах семьи Конечно, количества нравов очень много, и мы не можем говорить о всех, но будем говорить, إن شاء الله, об основных Как можно практиковать или как нужно практиковать эти нравы в пределах семьи Что значит быть искренним, когда мы говорим о семье, что значит быть богобоязненным и так далее Почему? Потому что соблюдение нравов в пределах семьи — это очень важно Потому что члены семьи имеют право больше всех, чтобы мы с ними соблюдали эти нравы Потому что, к сожалению, иногда некоторые мусульмане соблюдают эти нравы, великие нравы, чужими А когда речь подойдет и подходит к своим собственным родственникам и близким, к своей жене Когда речь идет о своей жене, о своих детях, к сожалению, здесь они не соблюдают эти нравы Поэтому я хочу сказать и давать примеры Сначала мы поговорим о нраве, а потом дадим, إن شاء الله, примеры, как этот нрав должен соблюдаться в пределах семьи И давайте начнем с самого главного — это искренность Почему главный? Почему самый главный? Потому что искренность как раз определяет направление мусульманина Определяет его цели в жизни, в том числе его цели в своей семейной жизни Какие у нас цели, уважаемые жамаат? Какая есть основная цель в нашей жизни? О ней говорится в Коране, когда Аллах, Субхану и Таалу, сказал Скажи, воистину мой намаз, мое жертвоприношение, моя жизнь и моя смерть Все посвящено Аллаху, Господу миров, у которого нет сотоварищей Это сура номер 6, ая 162, 163 Значит, у мусульманина одна главная цель Это все делать ради довольства Аллаха, Субхану и Таалу Это и есть искренность Поэтому, когда мы говорим о семье, мужчина должен быть искренним в своих отношениях Когда мы говорим о семье, женщина должна быть искренней в своих отношениях Родители должны быть искренними, дети должны быть искренними А что значит быть искренним? Значит, они ищут довольство Аллаха Они довольство второй стороны В чем это выражается? Я в своих отношениях с женой являюсь искренним мусульманином Что значит? Значит, я всегда отношусь к ней как положено, независимо от ее реакции Бывают некоторые мужья, например, ухаживают за женой А от того, что его жена не благодарила его, он перестанет ухаживать Или, например, жена тоже ухаживает за домом и так далее От того, что один раз ее муж забыл ей сказать спасибо Она на следующий день не убирается А почему? Если ты искренне относишься к своей жене Значит, ты не должен ожидать с ее стороны реакции Да, она обязательно благодарит И ты обязан ее благодарить Но, допустим, она это не сделала Что значит перестать это делать? Нет, потому что ты это делаешь ради довольства Аллаха Субханаху ва-та-Аля Так же дети в отношении родителей Так же родители в отношении детей И еще важное проявление искренности в семье Это когда ты не идешь на поводу жене Когда она у тебя просит то, что Аллах ненавидит Когда жена тоже не делает то, что муж просит Если Аллах это ненавидит Потому что это тоже противоречит искренности У нас, уважаемые зрители, возникают проблемы иногда в наших семьях От того, что все идет как будто вот таким образом Оказание услуги за услугу Она ко мне хорошо относится Я к ней хорошо отношусь И наоборот Искренние люди так не делают И вот если мы будем искренними Тогда многие проблемы решаться будут в наших семьях Второй нрав Тоже это, скажем, после искренности Это благочестие Что значит благочестие? Ал-ихсан Благочестие означает делать все наилучшим образом Я могу кормить семью Могу кормить жену Жена может ухаживать за своим мужем Но могу я это делать каким-нибудь образом Она может это делать каким-нибудь образом А благочестивый человек делает это наилучшим образом Значит он ищет наилучший способ ухода Чтобы он его сделал Это и есть благочестие Это и есть ал-ихсан Когда ты не просто совершаешь свои обязательства Не только совершаешь то, что ты обязан делать А это делаешь наилучшим образом О чем говорил пророк Мухаммад Когда дал определение благочестие И сказал Воистину Аллах предписал благочестие во всем Значит я должен быть благочестивым во всем И благочестие тоже означает Уважаемые зрители Благочестие тоже Кроме того, что это наилучшим образом делать свои дела Благочестие означает делать даже больше, чем требуется Справедливость Это когда мы делаем то, что требуется от нас Это и есть справедливость А благочестие говорит нам Делайте еще больше, чем от вас требуется Это и есть благочестие Поэтому таким образом Должно влиять благочестие Этот нрав благочестие должен влиять на семейные отношения Следующий нрав Это богобоязненность Богобоязненность удерживает от переступления границы Богобоязненность удерживает от того, чтобы мы причинили зло кому-то Богобоязненность удерживает нас от притеснения других Поэтому один ученый дал совет своему другу И сказал ему, выдавай свою дочь за богобоязненного Потому что если богобоязненный будет ее муж Он будет щедро к ней относиться, если он ее полюбит А если он ее не полюбит, а он богобоязненный Он не станет ее унижать и притеснять Поэтому, когда мы говорим о богобоязненности Это значит, что каждая сторона старается не притеснять другую сторону Не унижать, не переступать границы Даже, уважаемые зрители, когда речь пойдет Не дай Аллах о таких решениях, как развод Развод, когда богобоязненный человек делает развод Он его делает, не унижая, не притесняя То, что, к сожалению, иногда отсутствует Развод происходит, как будто война Развод происходит, как будто это враг И так далее, и тому подобное То, что не имеет отношения к великим нравам Также богобоязненность помогает, чтобы удержаться и воздержаться от совершения грехов Таких великих грехов, как измени Богобоязненный мужчина Он не станет прибегать к мерзости, к прелюбодеянию при отсутствии своей жены Или в той ситуации, когда, например, его жена болеет Или, например, когда он едет куда-то, и его жена далеко от него И он из-за своей богобоязненности не станет прибегать к прелюбодеянию Также жена, жена богобоязненная Жена, она не станет прибегать к этому, не дай Аллах, великому греху Когда ее муж отсутствует Потому что она богобоязненная женщина И также богобоязненные дети не станут совершать грехи Когда их родители отсутствуют Потому что они боятся Аллаха Они то, что боятся своих родителей И, кстати, это о чем будем говорить, когда будем говорить о воспитании детей Что мы должны воспитать детей так, чтобы они боялись Аллаха А не то, что боялись отца и боялись свою маму Дай Аллах, чтобы мы были богобоязненными людьми Чтобы мы были благочестивыми людьми и искренними людьми В своих отношениях Субханك Аллахума وبحمдик Ашхаду анла Илла Энт Астагфركа Атубу Ильик Атубу Ильик